Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. Какие изменения в сфере ЖКХ вступили в силу с Нового года? Что нужно знать о выплатах ЕДВ? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Председатель Совета ТОС номер 5 Струковский, депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района Надежда Курапова. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. На что нам нужно обращать внимание в этом году наступившем? Может быть, повнимательнее квитанцию рассмотреть? Там тоже говорят какие-то изменения. Во-первых, нужно сравнивать квитанцию, которую вы получаете текущую, с предыдущей. Потому что зачастую управляющие компании, они реорганизовываются, а при реорганизации по-хорошему жители должны проводить собрания и опять как бы их заново выбирать. Независимо от того, что там тот же самый руководитель, те же самые слесаря и так далее. Так прописывает закон. И зачастую жители уже месяца через два определяют, слушай, говорят, у меня квитанция была РЭУ-3, теперь какой-то ЖЭУ-3. Непонятно что. Ну и, естественно, смотреть на те тарифы, которые вы получаете. У нас повышение тарифов, ну как бы уже традиционно, с 1 июля. Поэтому сейчас единственное, что квитанция изменила в связи с тем, что добавились коммунальные услуги. Об этом говорили давно. Закон вышел еще три года назад. Вот пришло время, когда начали применять эти коммунальные услуги. Еще даже не все в июле месяце появится коммунальная услуга по вывозу твердых бытовых отходов. И считать ее будут не как сейчас, там, с площади. Один человек живет, как будто он, макулатуру производит столько, сколько пять человек в соседней квартире, которые живут в 20 квадратных метрах. А с количеством проживающих в своей квартире. Все время жители раздражали общедомовые расходы. Насколько я помню, сколько не приходилось, когда эти вопросы возникали. Сейчас вышло новое постановление правительства Москвы. И наши местные коммунальные услуги будут рассчитываться по нормативу. Но в зависимости от того, какие это дома. Будет учитываться постройка, год постройки, какие стены. Ну, например, по теплу. Вот панельные дома, они хуже держат тепло, тем более вот швы обычно там не заделаны. Если с тепловизором подойти к такому дому, он весь светится. То есть все тепло, которое приходит в дом, оно же и уходит через стены. И поэтому норматив потребления на домах в зависимости от того, деревянные, блочные, там, шлаково-блочные, они в законе прописаны. И мы, конечно, вообще сейчас во всех администрациях проходят обучающие семинары для того, чтобы жителей подготовить, чтобы могли ответить на эти вопросы. Ну, вот мы конкретно то с этим занимаемся. Кроме всего прочего, мы постоянно встречаемся с теми управляющими компаниями, которые обслуживают жилой фонд. Если у жителей, ну, все уже накипело, дальше не знают, куда туда обращаются, никто не отвечает, мы организовываем такие встречи. То есть приходят, ну, конечно, большое количество не собираем, потому что это, получается, не конструктивный разговор. Собираем человека, там, от пяти-десяти домов, представителей, активистов, да. И поэтому очень здорово, если в доме есть активисты. Если в доме нет активистов, ну, ребята, пеняйте сами на себя. До тех пор, пока мы сами не будем вникать в это и не будем участвовать во всех тех процессах, которые происходят, ну, будет еще хуже. Точно так же, как и вот капитальный ремонт. Там, где нет уполномоченного или нет такого актива в доме, который бы осуществлял контроль за выполнением работы по капитальному ремонту, ну, такой ремонт и получаем. Ведь есть довольно-таки положительные примеры, когда организация, выполняющая капитальный ремонт, ну, затягивает какие-то работы. Есть вполне нормальные рычаги поменять эту управляющую компанию. Чего дожидаться, что они там такое наворочают. Как вот буквально на днях у нас в Ленинском районе произошло. После капитального ремонта прорвало горячую воду на чердаке. И просто-напросто обрушился потолок в одну из квартир. Соответственно, залили практически до низа. А вот если бы был общественный контроль со специалистами еще, да, включенные в комиссию, от жильцов, тогда бы, может быть, это бы не произошло. Потому что там очень много нюансов, и этому надо, конечно, учиться. В зависимости от технологии выполнения работ, материала, какие используются, что они закупают. Вот на это все жители имеют право повлиять. То есть прежде чем они закупают, жители проговаривают с этой компанией. Хотят ли они стальные трубы, например, по отоплению, либо они хотят пластиковые трубы, биометаллические трубы, гладкотянутые, бесшовные. То есть это тоже возможное решение вопроса. Поэтому в домах, где есть нормальный актив, там и получается. У нас буквально на прошлой неделе была встреча с представителем фонда капитального ремонта, и они нам привели такие цифры. Если в 2015 году практически капитальный ремонт провалили, то есть запланировали там условно тысячу домов сделать, сделали буквально там 100-200, то сейчас, как они нам пояснили практически, они выравниваются и выходят на тот график, по которому и должны. То есть к 2025 году хотя бы один какой-то объем работы в каждом доме должен быть произведен. Теперь важно еще за качеством следить вот таких произведенных работ. Я хотела уточнить у вас, вы и председатель совета ТОС, и депутат. Вот как все это совмещается в вашей деятельности? И вообще задачи ТОСа и депутата, вот есть какие-то совпадения? Как все это происходит? Конечно, территориальное общественное самоуправление, это самоорганизация граждан по месту жительства для решения тех проблем, которые возникают у жителей. То есть мы постарались в каждом доме создать актив в соответствии с жилищным кодексом, это совет многоквартирного дома. Мы их приглашаем на различные обучающие семинары. Ну, занимаемся и досуговой деятельностью, конечно, для того, чтобы жителям жилось все-таки повеселее. Провели масленицу, вот как бы совсем недавно эти праздники дворовые прошли. А к депутату обращаются те же самые жители, проживающие на этой территории. Поэтому они меня как-то не идентифицируют. Депутат, я или председатель ТОС. Наверное, с которыми сможет депутат справиться, взаимодействовать и с властью, и с управляющей компанией. Если не получается им самим решить вопросы, с тем же самим управляющей компанией не приходит, мы уже вместе пишем заявление, либо это в жилищную инспекцию, если это касается жилищно-коммунального хозяйства, либо в прокуратуру. Мы подсказываем, направляем к юристам, которые бы им могли более квалифицированно помочь, чтобы решить эти проблемы. А как выстраивать взаимодействие с управляющей компанией? Есть некоторый антагонизм, наблюдается. Жильцы там недовольны чем-то, и сразу какая-то стена. Нет такого взаимного действия. А вам нужно, наверное, научиться, и научить людей, как все это вместе выстраивать, чтобы был эффект и результат от работы. Ну, взаимоотношения между управляющей компанией и конкретным домом – это договорные отношения. Вот в договоре должно быть прописано абсолютно все. Кто что выполняет, кто за что платит, каким образом совместно определяют объем работы, стоимость тех работ, которые… Вот если все это в договоре прописано, то, в принципе, есть же дома, где жители сами приводят организации, которые выполняют эти работы. То есть управляющая компания говорит, будем делать пластиковые окна, ну, по заказу жителей. Будут они стоить там, условно, 100 тысяч за один подъезд. Он говорит, да вы что, я дома у себя поставил за 20. А давайте мы вам предложим, управляющая компания. Понятно, что договор заключается с этой организацией, но цену удается значительно снизить, экономить эти деньги, потому что их это не так уж много. Понятно. А насколько прозрачна финансовая деятельность управляющей компанией и для ТОСа, допустим, для председателя, и для председателя Совета МКД? Ну, потому что вот вы говорите сейчас, вот финанс, финанс, а доступ-то к этой информации есть? Или, допустим, рекламу развесили на доме, да, вот там пиво или что-то еще, одежду какую-то рекламируют. Вот с этого прибыль тоже же должна быть известна. Сколько получили, куда это пошло, вот а доступ-то есть такой? В обязательном порядке. Но дело в том, что разные компании и разные отношения. Там, где управляющая компания пришла надолго и хочет качественно работать, еще к себе дома привлекать для того, чтобы они сотрудничают с этими. Есть же примеры, где старшим по домам или там председателям МКД по решению общего собрания доплачивают, потому что это тоже работа, написать письмо, сходить в управляющую компанию, написать письмо там в департамент, сходить на те же самые семинары, затем эту информацию донести до жителей. Поэтому, если нормальные управляющие компании, которые пришли действительно надолго, а не просто проработали, полгода деньги собрали и обанкротились. Таких тоже, в принципе, очень много. А легко отказаться от управляющей компании? Потому что вот нам предлагают выход. Вас не устраивает плохое качество оказываемых услуг? Отказываетесь от этой компании. Это кажется так легко. А вот что это за механизмы? Насколько действительно это легко сделать? Ну, во-первых, надо доказать, что действительно управляющая компания плохо работает. То есть с этого начать. Вот это с этого начать. То есть в договоре должно быть прописано. Если, например, в течение там... Если это ежедневно... Есть график выполнения работы. Если ежедневно должен приходить дворник, а его нет, засыпали снегом выше крыши, составляйте акты, приглашайте в правящую компанию, она не пришла. У вас три человека, совет, составляйте акты, направляйте в жилищную инспекцию, направляйте в ту же самую управляющую компанию. В конце концов, у нас есть прокуратура, которая тоже стоит на защите прав жителей, проживающих на территории Самарской области. И чем больше вот этих негатива соберется, это будет основанием для того, чтобы расторгнуть договор. Потому что вот так пришло, вы мне не нравитесь. А почему я вам не нравлюсь? Я договор выполняю. А вопрос лицензирования управляющей компанией, это совершенно другое? Это абсолютно разные вещи. Это разные вещи. Лицензирование, вообще для того, чтобы прийти на этот рынок обслуживания жилого фонда, управляющие компании должны получить лицензию. Лицензии, там ряд документов они должны собрать, специалистов, которые должны иметь квалификацию. Но есть определенные требования. И эту лицензию выдает жилищная инспекция. Там у них коллекционная комиссия собирается, сдают экзамен, получают эту лицензию. Условно, например, у управляющей компании 80 домов у жилых. Но обслуживая их из ряда вон плохо. И вот начинается, если более трети от этих домов жителя написали заявление в жилищную инспекцию, что они от них отказываются, у них просто-напросто забирают лицензию. И она уже не имеет права. Но все равно есть процесс взаимного влияния жильцы, влияют на управляющие компании, даже при помощи лицензирования. Да, лицензирование составления авто. И вот задача ТОСа как раз, наверное, на мой взгляд, поднять вот эту активность жителей. Объясни, что от нас тоже много зависит. Как вам это удается? Вот вы видите, что активнее становятся граждане. Тем более вот в свете последних событий, что даже благоустройство дворов привлекают там к озеленению жильцов активных, жителей. Вот как-то всем хочется, чтобы тоже было красиво, и чтобы побольше людей в это включалось в процесс. Не то, что кто-то пришел там, посадил деревья с цветами, ушел, и никому не надо ни следить за ними, ни радоваться. Нет, так не получится. Тогда не будет красивого двора. Ты посадил, машина заехала, если ее не оградил, сломал это дерево. Это пустая трата денег. Поэтому, конечно, есть такие звездочки в каждом доме. Конечно, массового пока этого нет. Хотелось бы, конечно, чтобы... А мотивации, может быть, нет для этого? Поощрение какого-то? Может быть, это как-то еще? Поощрение может быть только, если жители займутся самообложением. То есть создадут какой-то свой кошелек в доме. Это вот у нас такая идея давно. Но причем, чтобы этот кошелек был не в управляющей компании, потому что непонятно, завтра они будут здесь или нет. На меня вышло вот несколько инициативных групп, которые говорят, давайте мы при вашем тосе, мы же являемся юридическими людьми, создадим субсчет и будем складывать туда денежку от каждого дома. А тратить мы ее будем по решению собрания, то есть на примерование тех же самых активных людей, на покупку цветов, на установку ворот, например. То, что людей больше всего волнует. Поэтому начинаем мы с того, что мы делаем опрос жителей. Что же они хотят все-таки в собственном дворе, сначала в собственном дворе сделать такое, чтобы это было действительно красиво. Тем более сейчас и Меркушкин Николай Иванович, значит, вышло пока только проект постановления по благоустройству территории городского округа Самары 404, где внесено очень много изменений. И там планируется, что если жители хотят, ну, что-то в своем дворе сделать, ну, условно, например, карманы для автомобилей, ну, задыхаются двора, то это возможно сделать. Но при этом 7% от объема работ, которые будут выполняться в их дворе, должны заплатить сами жители. И, наверное, это разумно. Если человек платит, он уже не будет разрушать, не будет сорить в собственном дворе. Нужно менять менталитет. Это вот то же самое, что и сейчас. Мы же находимся в таком революционном времени реформ местного самоуправления. А сейчас в течение апреля месяца, марта и апреля месяца должны пройти везде сходы граждан. Мне бы очень хотелось, чтобы жители поактивнее приняли участие. Информация будет доводиться как через ТОСы, как через прессу, как через старших по домам, через объявления. А сход вот для чего этого? Сход для того, чтобы объяснить, во-первых, каким образом жители могут участвовать в благоустройстве своих территорий. И не только благоустройстве. Будут создаваться общественные советы. Они хотя создавались в 2015 году, но как-то то ли из-за того, что было плохо прописано, то ли из-за того, что туда не те люди попали. Они работают, но не везде. Поэтому их сейчас должно быть больше. Ну вот условно, у меня на территории проживает там 7 тысяч населения. У меня создан совет, там 23 человека. Это нереально, чтобы этот совет взаимодействовал с жителем. Поэтому было принято решение, что советы будут создаваться на меньшей территории. То есть вот у меня есть два округа. В одном 4 тысячи населения, во втором там около 4 тысячи населения. Вот на 4 тысячи будет совет, и состав его планируется где-то от 40 до 50 человек. То есть не от каждого дома, но от двух домов один представитель будет. И он будет знать этих людей и выражать их чаяния. Понятно. Да, потому что всегда хочется понять, раз уж мы в таком переходном тоже периоде, кто-то не понимает, почему мы должны что-то делать, а нам должны. Почему выгодно быть активным? Вот это нужно уяснить. Что мы все собственники, собственно говоря, никто за нас там сейчас в наше время ничего и не будет делать особо. Что нам самим нужно. А это необходимо для того, чтобы мы все участвовали в принятии решений. не смотрели, не контролировали, какие ямы заделали. А уже перед тем, как приступить к этим работам, мы уже понимали, почему именно. И эту улицу ремонтируют, а не мою и не мой двор. То есть в принятии решений, и потом в выполнении и контроле за выполнением этих решений. Кстати, вот по ремонту и благоустройству дворовых территорий. Раньше была программа у нас, активисты так награждались благоустройством во дворе активного дома. А сейчас вот что-то непонятное. Есть ли люди захотят действительно, чтобы им дом, двор около их дома был благоустроен? Что делать? С чего начинать? Как показать свою, продемонстрировать активность? И где взять средства, кому обращаться? А мы сейчас уже начали эту работу. Вот только вышли с Нового года и начали собирать от жителей информацию, что они хотят видеть в собственном дворе. Где ям заделываются, где деревья спилить, где там лавочки поставить. Вот собрав эту информацию, обобщив, поняв, сколько же нужно денег, понятно, что бюджеты районов, они не такие уж большие, значит, начали нашим депутатским корпусом определять бюджет района, формировать бюджет района. И, конечно, каждый депутат за свою территорию там бился на смерть для того, чтобы жителям сделать лучше. Ну и также объясняем жителям, что, ребята, ну сколько можете сидеть и ждать? Мы же сами можем покрасить двор, очистить от... Ну какие-то, да, элементарные вещи. Элементарные, то, что не требует затрат. Ведь наши дома все обклеены объявлениями, ну это же просто вот ужас какой-то. Причем мы их счищаем, идут сзади ребятки и они по новой все клеят. Ну, нужно просто не проходить мимо и срывать эти объявления. Других вариантов я просто не вижу. Мы пытались делать дозвон по тем телефонам, которые там указаны, ну чтобы заблокировать их. Ну сейчас не проблема купить новую симку, она не так уж дорого стоит. И они тут же появляются заново. Менталитет надо менять. Менять сначала у себя в голове, соседа к этому же привлекать. Вот чем дружнее будет житель, проживающий на, условно, даже в одном доме. Ну, что говорить? Не знаем, на личной площадке не знаем, кто живет. Не говоря уж там, если восьми подъезды, а у вас в Мичуринском микрорайоне какие корабли стоят. Конечно, очень сложно. Ну вот праздники помогают людям все-таки сплотиться. Какой великолепный праздник был в Масленице здесь, вот в Мичуринском микрорайоне. Люди расходиться не хотели. В общем, нужно сделать так, чтобы эта работа, она вот не проходила просто таким весельем, да, чтобы какой-то был еще эффект, помимо того, чтобы повеселились. Подружились, познакомились. Это одна из основных задач, которые мы ставим, проводя вот эти дворовые праздники. Чтобы люди узнали друг о друге. Ведь есть любая помощь. Есть бабушки, которым кофта нужна, она у меня вот в этом, но я не знаю, что ей нужно. Да, да, да. Вот это же тоже взаимопомощь. Я помню, у вас были такие прекрасные инициативы, даже у вас в Совете была медсестра, да, вот активная жительница, которая могла бесплатно сделать уколы нуждающимся тем же бабушкам. Да, в собственном доме. Это же можно все организовать при желании, если есть просто какое-то чуткое, доброе сердце и вот желание, да. А вот как только люди дружатся на уровне своего двора, тогда уже будут продвигаться другие. Следующие инициативы более тесного общения. Я взаимно выдавил, а вы мне носки вяжете условно. А вы мне укол сделаете. Да. Я хочу напомнить телезрителям, что мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к нашей гости, звоните, пожалуйста, мы вас услышим. И еще одна тема, которую мы не можем обойти, потому что есть непонимание, почему так вот резко все произошло, какие-то перемены в выплатах за жилищно-коммунальные услуги в ЕДВ. Вы объясните, пожалуйста, что изменилось, что меняется, на что нужно обратить внимание. Ну, экономическая ситуация не только у нас, а в целом в стране, она не совсем хорошая, будем говорить так. Дело в том, что сейчас подросли люди, молодежь, это 90-х годов, когда детей было очень мало. А более взрослое население, оно практически массово ушло на пенсию. Понятно, что пенсии маленькие, многие там пытаются каким-то образом заработать. Вот такие должности, как уборщицы, там, гардеробщицы, ведь они там получают копейки. Вот в поликлинику приходишь, стоят там бабули. Ну, не от хорошей жизни она туда пришла. И это федеральный закон о том, чтобы изменить систему оплаты. У нас же раньше была субсидия. То есть нам давали деньги вперед, мы эти деньги должны были заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Причем давали всем одинаково. Я федеральный льготник, и вы федеральный льготник. Нам совершенно одинаковую сумму дают. Но вы живете в особняке и платите большую сумму, а я живу в коммунальной квартире, и практически те деньги, которые я получаю от государства, я их плачу за жилье. То есть получается, ну, не совсем правильно, да? Не очень справедливо. Не очень справедливо. Не очень справедливо, да. То есть бабушка живет, пусть она там меньше услуги получает, но она их практически не оплачивает. Да есть еще и такие, которые получают эти деньги, а у нее долги скапливаются, скапливаются, она их вообще не платит. Бабушка, дедушка. Поэтому сейчас изменилась система. Сейчас нам не дают субсидии, нам дают компенсацию. Мы сначала должны оплатить все те квитанции, которые к нам пришли. Это и вода, и тепло, и свет, и газ. Ну, абсолютно все. И содержание жилья. Причем государство постаралось сделать таким образом, чтобы жители не ходили в управление социальной защитой с этими квитанциями. Сейчас остается единый центр. Сейчас просто заключены соглашения между всеми организациями, участниками вот этого обслуживания жилого фонда и предоставления коммунальных услуг с управлением социальной защитой. И вся информация скапливается там. От энергосбыта, от тепловых сетей, от водоканала, от управляющей компании. Ну, где-то, конечно, пробуксовывает, потому что, во-первых, это дело новое. Еще не откатаны вот эти системы. Программа где-то сбивается, потому что есть одни и те же фамилии. Программу забивают, она ставит и там, и тут. Ну, то есть вот такие огрехи, они еще будут. Поэтому нужно быть внимательными. Да, постепенно они пройдут. Все выровнится. И поэтому сейчас, значит, вот ЕДВ мы получаем, сейчас уже пошли выплаты. Конечно, они меньше, чем те, которые были. Я вот тоже льготник федерального значения. Меня вообще всего лишили, потому что я человек работающий. Было принято решение, если пенсии больше 19,5 тысяч, то тоже субсидии уменьшаются там. А если больше, а если меньше, то людям заплачивают, ну, уже вот по новой системе. Ну, и по поводу транспорта. Сейчас все-таки принято решение, потому что было много очень обращений. В интернете есть целая площадка, где люди там собирают подписи. Потому что 50, ну, наверное, маловато. Потому что у нас, во-первых, транспортные развязки таким образом устроены, что с одного места невозможно доехать, нужно обязательно сделать пересадку. 50 поездок, это всего 25 раз. Если туда и обратно. Да, ну, туда, ты же уехал, надо же вернуться. А если это пересадки, то это еще меньше. А ездить приходится много. И в больнице у нас, больницы, к сожалению, не в шаговой доступности. Да, и вот еще одна деталь, на которую тоже, наверное, нужно обратить внимание. Вот эти ЕДВ за ЖКУ, они выплачиваются только тем, у кого нет долгов, да? Да. Вот еще ведь такое нововведение. Раньше, наверное, всем платили. Да, там были долги, да. А сейчас вот это вот еще такое. Ну, наверное, это тоже правильно. Ну, это тоже, да? Тоже правильно. Но есть согласительные комиссии. То есть если, ну, сложилась такая ситуация в семье, ну, кто-то уволился, не может найти работу, стоит на береже труда. То есть варианты еще есть какие-то, да, для суждения. То есть они пишут соглашение, подписывают с управлением социальной защиты, что будет рассрочка платежа. То есть он заплатил за этот и чуть-чуть за прошлый период. Потому что все прекрасно понимают, что ситуация абсолютно разная. Подход чисто индивидуальный. Вот, вот это я хотела уточнить. К нам поступают вопросы. Григорий, был принят 115-й закон Госдумы Самарской. Наложение административного штрафа за расклейку объявлений и стоянку автомобилей на газонах. Сейчас его отменили. Почему? Прокуратура выступила, ну, давайте разделим, значит, по поводу объявлений. Этот штраф и действует, но его механизм исполнения очень сложный. Для того, чтобы оштрафовать человека, который повесил объявление, я его должна поймать за руку. Фотографировать, должны быть два свидетеля, заставить протокол. Причем он должен показать свой паспорт, а зачастую паспорта нет. Он говорит совершенно другие фамилии, адреса и так далее. То же самое, как на рынке, там, за незаконную торговлю. А те объявления, которые висят, там же самые целевые все эти объявления. То есть хотите продать волосы, давайте звоните сюда или приходите сюда. Прокуратура отказала, значит, возбуждать дела против людей, которые написаны. Он говорит, а это не я печатала. Это сосед на меня написал. Очень трудно доказать. По поводу стоянки автомобилей на газоне, это правило действует. Значит, вот мы, как председатели территориальных общественных самоуправлений и работники административных комиссий, летом ходим по территории. И если такие факты есть, мы просто фотографируем, затем отдаем в КАИ. Они просто пробивают эти номера, находят это. И штрафы медленно, но они возвращаются. Все равно есть. Это есть. Точно так же нельзя ставить машины на тортуаре, чтобы они мешали проходить людям. Зимой это правило не действует. Потому что я вот сама лично иду на работу, а пройти невозможно. Конечно, дорога заужена. И, естественно, автомобилисты поставили машину на тортуар. Говорят, а чего вы эти машины не берете? Он говорит, а где здесь тортуар? Я не могу доказывать, что это тортуар. Тут все снегом запорошило, все сплошное. А к подъездам подставляют тоже машины. Буквально остается там вот 40 сантиметров к входу в подъезд. Даже невозможно пройти. Это вот в бескультуре наших соседей, водителей. На это тоже можно повлиять, если летом. Да, конечно. Конечно, если он заехал на пешеходную зону, люди просто как-то не задумываются. А если мамочка, а если с ребенком, а если это твой ребенок, вот как она пройдет? Да, следующий вопрос. Инвалид второй группы. 1065 рублей я получала льгота на коммунальные услуги, теперь 337. Почему я получаю вместо 1065-337? Любовь Ивановна. Любовь Ивановна, вы, наверное, получали эту сумму двумя цифрами. Если вы ветеран федерального значения или какой-то другой, вы относите к льготной категории. Она, эта цифра делится, она делится на оказание субсидии вот по жилищно-коммунальному хозяйству, вернее, компенсации. Раньше она была субсидией, там тысячи, у кого тысячи сто, у кого тысячи двести. И сумма 600, которая шла на транспортные расходы, там были вот эти 270 рублей. Из этой суммы мы платили. И за то, что вы заслужили вот это почетное звание, оставалось там порядка 300-400 рублей, если сложить. Потому что они у всех разные, в зависимости от стажей и так далее. А сейчас вот эту сумму, где вы по-прежнему получаете 270 рублей для того, чтобы купить социальную транспортную карту и 400 рублей, вот эта сумма осталась. А по поводу компенсации на обслуживание жилищно-коммунального хозяйства, ЕДВ, так называемая, я не знаю, возможно, она еще к вам и не пришла. Если у вас такое случилось, нужно обязательно даже, обязательно поинтересоваться. В вашем районе есть управление социальной защитой. Не обязательно туда идти пешком. Там замечательные люди работают, которые могут по телефону, по вашему адресу, по вашей фамилии ответить, какие суммы вам начислены и почему произошла задержка. Либо она не произошла. Еще уточнить, звоните, уточнять. Следующий вопрос, Римма Федоровна. Инвалид, неходячий, до марта оплатила за коммунальные услуги, но компенсацию до сих пор не получила. Когда получу, ходить я не могу. Вот опять этот вопрос. Это тот же самый вопрос. Значит, к нам приглашали жителей, ну, те, кто более активные, те, кто могут дойти в администрацию Ленинского района. Уже несколько было таких информационных семинаров, где нам поясняли, что в связи с тем, что пока вот система это пробуксовывает, очень долго сопротивлялись представители коммунальной службы. То есть не подписывал ПТС, чтобы не получать информацию. Ведь это огромная база данных, которые необходимо передать в управление социальной защитой. Социальная защита должна по определенной форме, причем там она считается очень сложной. Есть у вас приборы учета, нет у вас приборов учета. В какой квартире вы живете, на каком этаже. Там учитывается абсолютно все. Вот это все забивается программой, которая все это просчитывает. Потом они вручную проверяют. Понятно, что есть ошибки. И последняя информация была в газете, что вот все выплаты Управления социальной защиты обязуются заплатить вот до конца марта, до середины марта. Да, то есть нужно дождаться и перезвонить и уточнить. Но поинтересоваться, конечно. И поинтересоваться, обязательно позвонить. Спасибо большое за то, что пришли. Дали вот эту информацию разъяснительного характера плана. То, чем вы, собственно говоря, и занимаетесь все время. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова